С началом летнего сезона на территории области свою работу начали сотни оздоровительных лагерей для детей и подростков как на базах загородных стационарных учреждений, так и на арендованных площадках школ и детских садов. Спортивные, труда и отдыха для малышей и старшеклассников. Формы и виды деятельности в подобных учреждениях различны, а вот цель одна – улучшение самочувствия и укрепление здоровья воспитанников. Конечно, в лагерях основной момент – это режим, это пребывание на воздухе, это какие-то спортивные мероприятия. И, конечно же, сбалансированное питание, которое под контролем находится и не только у санитарной службы, у отделов образования, и у комбината школьного питания. Это пятиразовое питание, если говорить о круглосуточных, если дневные лагеря, то это трехразовое питание. И вот весь этот комплекс, он и создает условия для оздоровления. Совмещать приятное с полезным уже давно научились детско-юношеской школе Олимпийского резерва номер 3 города над Бугом. Воспитанники этого учебного заведения, возможно, будущие чемпионы в такой непростой дисциплине, как фехтование, в летний период не только не прекращают свои тренировки, но и делают их даже более интенсивными. Традиционные мероприятия любого летнего лагеря в их расписании успешно сочетаются со спортивными тренировками. Наш спортивный оздоровительный лагерь проходит на базе нашей школы. У нас дети не только здесь приходят и развлекаются, а также у них проходит тренировочный процесс. Так как у нас по распорядку дня они приходят с утра, ходят кушать, завтракают, потом приходят сюда, у них здесь проходят учебно-тренировочные занятия, где они занимаются, как вы видели, теннисом, эстафеты бегают, фехтуют точно так же, как и в обычное время. После этого у них обед, после обеда у них получается культурно-массовые мероприятия. В первую смену летней оздоровительной кампании только на территории города Бреста и Брестского района работают более 200 лагерей, в которых, согласно плану, отдохнут и укрепят свое здоровье не одна тысяча детей и подростков. И хотя итоги подводить пока рано, лето только вступило в свои законные права, но уже сегодня и сами воспитанники, и их педагоги уверены в том, что время труда и отдыха, проведенное вместе, точно не пройдет даром. Вообще шло много моих друзей, да и чего, дома сидеть, в принципе, погода хорошая. Тут кормят, здесь бассейн, здесь все есть, друзья, поэтому записался, вроде нравится, все хорошо, вечно какие-то мероприятия, что-то постоянно интересное, увлекательное, друзья. Совсем не жалею, это, по-моему, лучше, чем сидеть дома, ходить сюда, заниматься и работать. Да, если в следующем году будет такое же, то я, скорее всего, запишусь.